Аэций Необычайный жест только раздразнил его врагов и оскорбил императора. Тем временем Нгунская империя распалась. В этом была великая ответственность ебитского короля Ордариха. Понимая силу Атилы, он был одним из самых верных его вассалов. Но Ордарих был горд и честолюбив. Ему удалось выдать замуж за Атилу свою сестру и он мечтал, что ее сын Геизм станет будущим императором всей Гуннской империи. Когда Атилу умер, Геизму было всего 8 лет. По завещанию Атилы ему подчинялись балканские гуны. Таким образом, столица Атилы оказалась под контролем Ордариха. Он заключил союз с Остроготами и отказался признать Эляха императором. Дальние гуннские народы и племена тоже не спешили с признанием Эляха императором, выжидая развития событий и убедительных знаков благосклонности Тангре к нему. В это время жужжане усилили давление на нейтральные племена, взяли под контроль Алтай. Сибирские племена, в свою очередь, начали давить на ослабший в результате Атиловских войн народ Ака-Цири. Элях в 454 году смог собрать только сравнительно небольшую армию для похода на Балканы и погиб в первом большом сражении. После смерти Эляха лидерство захватил Дингизих, но его признавали своим ханом только часть гуннских племен. В первые же недели после распада Гуннской империи на Аэция началась настоящая охота. Он избежал несколько покушений на свою жизнь. Загнанный в угол Батрис, надев свою парадную форму, пошел к императору и почти вторгся в его комнату. Он возбужденно начал требовать, Гаудентиус три года ждет руки вашей дочери. Вы обещали много раз выдать принцессу Евдоксию замуж за моего сына. Недавно вы снова торжественно поклялись в дружбе. Я надеюсь, что вы теперь исполните данное давно и многократно подтвержденное обещание. Валентиньон взорвался. Теперь нет твоего друга Аттилы и даже его империи. Ты не можешь больше ничего добиться, разговаривая таким тоном. Я могу приказать провести следствие о твоей преступной дружбе с гуннами. Убийстве графа Бонифаса и по другим твоим сомнительным делам. Убирайся с моих глаз, пока я не сильно рассердился. А Эций побледнел. Вы не смеете так разговаривать со старым генералом, который отдал всю свою жизнь зашитие империи. Вы сами даже ни разу не вынимали из ножен свой меч. Император вспомнил годы унижения, когда он был вынужден заискивать перед этим человеком. А Эций является врагом, который хотел его погубить ребенком со своим другом-узурпатором Жаном. Нет никакого сомнения, что он встречался ночью с Аттилой на каталаунских полях. В позапрошлом году он попытался его завлечь в Галлию в свою коварную западню, как сделал когда-то Арбагаст с бедным Валентиньоном II. Он вспомнил слова матери, говорившей не раз, как клятву. Придет день, когда Аэций ответит за свои преступления, этот день пришел. Чаша терпения переполнена, у Аэция теперь нет могущественного и опасного покровителя. Валентиньон впервые в жизни вытащил из ножен свой меч и вонзил в грудь Патриса. Услышав крик Аэция, в комнату вошли фаворит императора и евнух Гераклиус и слуги, которые добили тяжело раненого генерала. После этого был убит Баентиус, префект Придории. Другие влиятельные друзья Аэция были приглашены поодиночке в императорский дворец и убиты один за другим. Салвион, услышав официальное объявление об убийстве Аэция и его друзей, не удивился. Но с того дня он стал избегать императора и вскоре вышел в отставку. Валентиньон был убит в следующем году своим лучшим другом, чью жену он изнасиловал. Адила! Адила! Костом! Кеш! Ори! Продолжение следует...